Всем привет! С вами Яна. Если вам понравится видео, то подписываемся, ставим лайк. И подписываемся на меня в инстаграме и вконтакте. Ну а мы с вами начнем. Сегодня будем обозревать с вами акварель от японской фирмы Куратаки. Здесь мы можем видеть, что произведено в Японии у нас она. И второе средство это бычья желчь от фирмы Даля Равен. Начнем мы с вами с акварели. Или как по-другому ее еще называют, чернила. Здесь у нас шесть цветов. Красный с черным, желтый с черным, зеленый с черным, голубой с черным, фиолетовый с черным и коричневый с черным. Упаковано у нас оно в картонную упаковочку и сверху салфанчик. Приступим к распаковке. Чернила у нас упакованы в кюветы. Кюветы у нас находятся в такой картонной упаковочке. Если сравнивать с Невской палитрой, вы сами можете наблюдать, что кюветы у нас очень большие. Хватит они надолго у нас. Начинаем мы с красного цвета. Набирается на кисть она очень хорошо у нас. Сейчас посмотрим, как ведет она у нас на бумаге. Бумага у нас самая обычная рыбачка. Чернила очень пигментированные, яркие. Сейчас хочу до нет свести его на растяжку. Теперь у нас желтый. Желтый отдает зеленоватым оттенком. Это, скорее всего, из-за черного пигмента. Цвет очень интересный. Зеленый с черным. Очень красивый бархатистый цвет. Очень хорошая прозрачность. Цвета очень красивые, необычные. Их очень будет интересно использовать в применении, в выполнении графики. С использованием чернил. Это у нас синий цвет. Теперь фиолетовый. Фиолетовый у нас прям с таким ежевичным оттенком. Черничный прям получается. И коричневый. Чернила очень хорошо набираются с первого раза на кисть. Не надо предварительно их размачивать. И очень хорошо отдают свой пигмент. Ждем, когда высохнет. Краска у нас почти подсохла. И мы можем видеть, что у нас фиолетовый цвет с грануляцией. То есть вот эти вот вкрапления от черного пигмента, они дают нам грануляцию разводы на бумаге. Также мы можем видеть, как краска себя ведет с водой. Видим, какие она дает нам красивые разводы. Самостоятельно такую краску вы не намешаете. А если даже получится, то краска не будет давать таких эффектов. Это дает только чернила у нас так. И сейчас мы попробуем эту краску с бычьей желчью. Для этого мы сейчас смочим бумагу водой и возьмем два цвета. Красный и фиолетовый. Также сразу мы можем видеть, как чернила начали вести себя. С прикосновением воды. В исполнении графики эти краски будут у нас незаменимы. Совсем немножко набираем на кисть средство. И видим, что бычья желчь у нас отталкивает пигменты. Также можно делать некоторые маленькие разводы. И это очень хорошо у нас будет работать при рисовании пейзажев. Например, когда вы будете делать одуванчик или траву. Также в цветах можем это использовать. Ну, это лучше всего будет видно, когда у нас это все подсохло. У нас подсохла бумага. И теперь мы можем видеть эффект. Эффект у нас проявился в середине. Краска у нас раступилась. И посередине у нас остались и светлые пятнышки. Такой же эффект можно добиться спиртом, но он будет более жесткий. При использовании бычьей желчи у нас получается более мягкий эффект. Если подключить в дальнейшем фантазию, из этого можно будет сделать красивый очень цветочек. Такие чернила очень хорошо подойдут у нас в использовании для обычной графики и ботанической графики в использовании растений. В итоге у нас получился вот такой цветочек. В дальнейшем можно его дополнить. У красок я хочу отметить, что одни только плюсы, минусов у них нет. Они очень хорошо смешиваются между собой, дают новые эффекты, дают новые цвета. Также некоторые краски имеют грануляцию, что тоже имеет очень большой плюс. Сами краски я заказывала с Алиэкспресс. Дошли они до меня очень быстро. Были очень хорошо упакованы. Качеством я очень довольна. На этом все. Надеюсь, что вы останетесь со мной. Подписывайтесь. Буду ждать. До новых встреч. До новых встреч.